Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы рады представить для вас новый инвестиционный сервис RAM в компании Amarkets. Этот сервис позволит вам получать доход на финансовых рынках, следуя стратегиям опытных трейдеров. Сервис дает возможность заработать на сделках профессиональных трейдеров, а трейдерам на комиссиях за использование стратегии. Сервис подходит как для опытных инвесторов, так и для начинающих, и поможет извлекать прибыль на финансовых рынках. Для пользования сервисом не требуется специальных знаний. Платформа RAM позволяет зарабатывать на финансовых рынках, не становясь при этом экспертом по трейдингу. В этом видео мы с вами разберем следующие моменты. Первое. Регистрация аккаунта. Второе. Что такое рейтинг и где он находится. Третье. Принципы инвестирования. Как инвестировать в стратегию, как и в каких объемах происходит открытие сделок у инвестора. Четвертое. Что такое инвестиционный портфель и как соблюдать риск-менеджмент. Пятое. Как изменить параметры своей инвестиции. Что такое режим паузы, для чего он нужен и как вывести средства с инвестиции. Первый пункт. Регистрация аккаунта. Для того, чтобы открыть аккаунт в сервисе Copy Trading RAM, вам необходимо войти в личный кабинет. В меню слева выбрать раздел Copy Trading RAM. После перехода на страницу необходимо нажать «Открыть счет». После открытия счета вы увидите логин и пароль для входа в платформу RAM. Эти данные также будут высланы на вашу почту, указанную при регистрации счета. Отметим, что вы можете открыть только один счет для Copy Trading. С его помощью можно инвестировать средства в неограниченное число стратегий других участников платформы для Copy Trading. Также обращаем ваше внимание на то, что перед пополнением счета вам необходимо пройти верификацию в личном кабинете. Второй пункт. Что такое рейтинг и где он находится. Все имеющиеся стратегии размещаются в специальном рейтинге стратегий. Чтобы попасть в данный раздел, нужно нажать на кнопку «Перейти в RAM». После перехода необходимо выбрать раздел «Рейтинг». Далее «Все стратегии». Данный рейтинг строится, исходя из показателей стратегии. При инвестировании следует обращать внимание на все показатели, такие как общая доходность, график доходности, количество инвесторов и возраст стратегии. Также следует обратить внимание на то, какой вид комиссии указал трейдер при создании своей стратегии. Комиссия за оборот или вознаграждение от прибыли. Чтобы увидеть, какая именно комиссия выбрана трейдером, нужно зайти на стратегию, нажав на ее название. Давайте с вами рассмотрим два возможных вида комиссии. Первый вид – это комиссия за оборот. Комиссия за оборот может быть задана в долларах, за 1 млн долларов торгового оборота. Комиссия рассчитывается и начисляется в моменты открытия и закрытия сделки. Например, если на счете инвестора была открыта позиция объемом 0,5 лота по паре доллар-франк, а по стратегии трейдер задал вознаграждение 10 долларов, то с инвестора в пользу трейдера будет удержано полдоллара при открытии и полдоллара при закрытии данной позиции. Второй вид – это вознаграждение от прибыли. Вознаграждение от прибыли – это часть от вашей прибыли, которую вы платите трейдеру в стратегию, которую вы инвестируете. Размер вознаграждения может составлять от 0 до 50% и определяется трейдером при создании стратегии. Следующий пункт, который мы с вами разберем – это принципы инвестирования. Как инвестировать в стратегию, как и в каких объемах происходит открытие сделок у инвестора. Вы можете проинвестировать в топ-5 лучших стратегий по доходности или выбрать любую из стратегий, представленных в платформе. Для того, чтобы произвести инвестирование в стратегию, для начала необходимо пополнить счет для инвестирования. Далее нажимаем кнопку «Пополнить». Выбираем счет для инвестирования RAM и любой удобный для вас способ перевода. Далее выбираем сумму, на которую хотим пополнить счет для инвестирования и нажимаем кнопку «Пополнить». Также счет для инвестирования можно пополнить с вашего кошелька. Для этого необходимо сделать внутренний перевод в личном кабинете. Пройдем в кабинет трейдера. Далее раздел «Ввод-вывод средств» — «Внутренний перевод». Выбираем, откуда перевести кошелек, на какой счет перевести счет RAM и выбираем сумму. Нажимаем «Осуществить перевод». Перевод осуществлен. Далее проходим раздел «Copy trading RAM». Видим, что счет успешно пополнен. После того, как наш счет был пополнен, мы можем начать инвестирование. Давайте сделаем нашу первую инвестицию вместе. Для этого нажимаем кнопку «Инвестировать». Далее выбираем стратегию, в которую мы будем инвестировать. И нажимаем кнопку «Инвестировать» напротив выбранной стратегии. Перед тем, как сделать инвестицию в стратегию, нам необходимо заполнить параметры инвестиции. Выбираем сумму инвестиции. И нажимаем «Инвестировать». Инвестиция создана. Чтобы увидеть нашу инвестицию, надо зайти в раздел «Инвестиции». При инвестировании в стратегию RAM создается новый специальный счет, предназначенный для копирования сделок только по данной стратегии. Этот счет в RAM и называется «Инвестицией». Выбранная сумма переводится на инвестицию, и никто, кроме вас, не имеет к ней доступа. Инвестиции в разные стратегии используют разные счета, таким образом разные инвестиции не влияют друг на друга. Важно отметить, что копирование начнется сразу же после пополнения инвестиции. Позиции, открытые на стратегии RAM в этот момент, будут скопированы на инвестицию по текущим рыночным ценам. Таким образом, вы можете сами выбрать оптимальный момент для начала инвестирования. Платформа RAM автоматически подберет объемы скопированных позиций, пропорционально размеру вашей инвестиции, так чтобы ваша доходность максимально соответствовала доходности выбранной стратегии. Чем больше размер инвестиций, тем больше при этом достигается точность. Однако, даже на небольшие инвестиции обязательно будет скопирован хотя бы минимальный объем. В компании Амаркетс минимальный объем составляет 0,01 лота. Вы можете пополнить каждую из ваших инвестиций в любой момент времени. Средства переводятся с вашего счета RAM в инвестицию моментально. Для того, чтобы сделать пополнение, необходимо нажать на данную кнопку. Далее выбираем сумму пополнения и нажимаем кнопку «Пополнить». Средства зачислены на инвестицию. Если в момент пополнения имелись открытые сделки, их объем будет увеличен пропорционально увеличению средств инвестиции. Добавление будет производиться по текущим рыночным ценам. Таким образом, обеспечивается соответствие доходности инвестиций и стратегии, с которой происходит копирование. Следующий пункт, который мы с вами разберем, что такое инвестиционный портфель и как соблюдать риск менеджмент. Давайте разберем, за что же отвечает каждый из параметров на примере второй инвестиции. Для этого нам необходимо пройти в раздел «Рейтинг» в поиске «Выбрать стратегию», в которую мы будем инвестировать. Как мы видим, инвестиционный портфель состоит из параметров «Множитель», «Цель», «Защита». Множитель – повышающий и понижающий коэффициент копирования. Меняется от 1,1 до 10. Например, «Множитель 2» означает копирование с доходностью и риском вдвое больше, чем на выбранной стратегии. Важно отметить, что инвестирование при параметрах по умолчанию, то есть если значение «Множитель» выбрано 1, копирование происходит пропорционально размеру депозита. Следующий параметр – «Цель». Целевая доходность инвестиции. При ее достижении торговля приостанавливается. В дальнейшем инвестор должен принять решение, продолжать ли копирование данной стратегии. В последнем случае устанавливается новая целевая доходность. Стоит отметить, что инвестирование без цели или с целью 0 невозможно. По умолчанию всегда будет параметр 100%, если его не изменить самостоятельно. Защита. Защитный порог инвестиции. Означает ту часть инвестиции, которую вы не хотите потерять при неблагоприятном результате стратегии. При его достижении торговля приостанавливается. Затем инвестор должен принять решение о целесообразности дальнейшего копирования стратегии. В случае продолжения устанавливается новое значение защиты. Если поставить защиту 40% на инвестицию 1000$, то при срабатывании защиты остаток средств будет равен 400$. Давайте рассмотрим с вами несколько примеров с разными размерами депозита и разными значениями множителя. Например, депозит трейдера равен 1000$, а вы инвестировали 100$. Все сделки будут скопированы с объемом в 10 раз меньше, чем открыто у трейдера, но в любом случае будет скопирован минимальный объем. Если же вы поставили значение множитель 2, то сделки будут скопированы с объемом в 5 раз меньше, чем у трейдера, то есть риски, как и возможность получения большего профита, увеличиваются. Если депозит трейдера и депозит инвестора равны, но при инвестировании выбран множитель 3, то объем сделки инвестора будет в 3 раза больше, чем у трейдера. Последний пункт, который мы сегодня с вами разберем, это как изменить параметры своей инвестиции, что такое режим пауза, для чего он нужен и как вывести средства с инвестиции. В каждой инвестиции есть режим паузы. Чтобы активировать режим паузы, нажмите на данную кнопку напротив инвестиции, по которой вы решили приостановить копирование. В режиме паузы копирование сделок временно прекращается, все имеющиеся открытые позиции закрываются. Данный режим можно использовать для того, чтобы вы могли частично вывести средства из инвестиции. Средства переводятся на ваш счет мгновенно. Давайте произведем частичное снятие средств. Выбираем вывоз средств из инвестиции. Вывести часть средств из инвестиции. Обратите внимание, что для частичного снятия доступна только сумма, превышающая минимальный баланс инвестиций, который указан в спецификации. Сумма, доступная для вывода, 900 долларов. Давайте поставим на вывод 500. Вывести 500 долларов. Средства выведены. При отмене режима паузы можно задать новые параметры инвестиции. Стоит отметить, что изменить параметры инвестиции можно и без постановки на паузу, но в таком случае изменения коснутся только сделок, которые будут открыты после внесения изменений. Открытые в стратегии RAM позиции заново открываются у инвестиций по текущим рыночным ценам. Для того, чтобы полностью снять средства в любое время и закрыть инвестицию, необходимо напротив стратегии, по которой вы хотите вывести средства, нажать «Закрыть инвестицию». Закрыть инвестицию. Инвестиция закрыта. Все очень просто и интуитивно понятно. Спасибо за ваше внимание. Желаем успешной торговли и инвестиций.